Да, до рекламы еще немного информации. Татышев парк, похоже, становится не только местом отдыха красноярцев, но и главным источником коррупционных скандалов. На замдиректора Татышев парка завели уголовное дело за уничтожение объекта культурного наследия. По версии следствия, во время строительства пляжного комплекса с тремя бассейнами подрядчик уничтожил древние артефакты. Он не провел археологические изыскания. Под ковш пошли останки древнего поселения остров Татышев-2. Работы проводила фирма «Крас Техспец», которой, как стало известно позже, негласно руководил Ярослав Малиновский. Он до сих пор в розыске. Теперь же следствие считает, что администрация Татышев парка не проконтролировала наличие нужных документов и спокойно приняла объект после окончания стройки. Ущерб оценили в 79 миллионов рублей. Заместителю директора Татышев парка Игорю Винокурову грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, другого подрядчика в Татышев парка оштрафовали на миллион рублей. В том же 2021 году, когда шло строительство пляжного комплекса, по версии силовиков, директор компании «Сибирский теплый дом» договорился с директором парка Сергеем Васильевым, что он заберет тендер на ряд работ, до что якобы заплатил главе администрации 200 тысяч рублей. Подрядчику помогли организовать документацию к торгам. Подвоха не заметили даже, когда работы начались еще до победы на аукционе. Ну а сейчас счета фирмы арестованы до уплаты штрафа. В следственном управлении отметили, что за полтора года Татышев парк заключил с «Сибирским теплым домом» договоры на 26 миллионов рублей.